Синагога 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 Чтоلك Женые У земли Ответ Здорово Пройдём к крому Шли Ну и Bruise У комментирован В 돌아� звонок К � Князю Prinzip Поб89 Ираним Пражским на первую очередь приехал в Великое князство Литовское в городе Пересца в 1413 году, когда его выгнали из Чехии. А выгнали его за то, что перекладывал Библию на чешскую мову. И с этого момента, фактически, в нашей стране, в Великом князстве Литовским, началась появляться такая идея, что Библия, и она должна быть на мове того народа, среди которого живут христиане. Что Библию можно перекладывать, и при этом сенс ее будет зрозумелый. Так что вот крама князя Литовского, сам князь Литовского и героним Пражский, они непосредственно связаны с тем образом Брестгород Библии, про который мы сегодня и говорим. Ну, вот 15-го года, но потом дальше, до 16-го. Памника, который называется Памник тысячагодзя Бреста. Он был в Сталимане ровно 10 лет назад, в лепени 2009 года. И мы видим, что этот монумент иллюстрирует всю историю нашего чудного города. На версиях мы видим аньола с крышем, как крыш, как символ Иисуса Христа, который объединяет христианам у всех конфессий. А для христианов самая главная книга является эта Библия. И этот памник для нас важный чем? Тут о скульптурных выявах мы видим, там далее будет и Князь Витов, и там далее еще Николай разъявил черный, который надруковал Библию в 1563 году, тут у Береста. И так само есть рельеф. Рельеф — это такие вот надписы, которые есть по окружности Памника, и на этих надписах написано, когда была надрукована у Береста Библия. Надрукована она была 4 вересня 1563 года. И вот это очень такой источный момент, и ровно празд 10 годов мы уже сегодня будем казать, что сегодня в этот час Бресту исполняется кольки годов? Тысячу год. Тысячу год уникальная для нашей истории города дата, потому что наступный такой юбилей, он будет ровно празд 1000 годов. И мы живем, нам выположить в этот счастливый час. Тому, миновито, вот мы тут находимся, каля этого памника, и я думаю, что мы будем опынаться, мы будем переходить за одной эпохи у другую. За одной эпохи у другую. Так что можем пройти тут, полядеть. Может быть, тут некие люди исполняют канавацидусь гэтара. Я пока не ведаю. Столько людей наехали, крамы открыли. А все кто? Кто? Вы думаете, ну? Кто это? Скажите мне. Ваня Людовика. Вы же ведаете, ну? Кто это? Молодимелу. Кто? Кто у нас тут подопрошал столько народу? Я не веду, кто наехал, а краму пооткрывали. А нам, таким солидным горожанкам, и купить нема чего. Вы глядите, что учебу ходить приходится. Это ж храмота. Я не ведаю. Живем тут немцы недалеко, а мы учебу ходить. У помежным городе, а у крамах только книжки и книжки. Уже гэтая пантофля никто не носит у Нямеччика. А мы тут еще ходим у гэтой мовы. Ходим у неких старых строях. Я не ведаю. Вот вы, вы сгодны с этим? Сгодны со мной. Книжки он другую, а он народ будет читать. Ходить народу не молчит. Этый пан Канцлер, як займал такой должность, пан Шталайга, ты разъявил. Гэта може и не кепска. Але что он робить? Ну, ось что робить? Я вам скажу по-честному. Он только церквы будуець. Рукарня открывае. Не, ну може и не кепска. Може и не кепска, што церквы, мы што-таки верыць. Ну, не треба, шо все гроши тратить на гене книжки. Слухайте, вы меня не зрозумеете. А ось вы меня докладно зрозумеете. Ну, як не? Ну, як по-честной горожанке ходить в пантофлях минулого годни моды? Я не ведаю. У немцах такое, у жуня носит два пазил. Я кое-чинка, не че-не, то есть никто гене не читает. А такая прась вечная, молодая прирожанка. Капитан Николай Рыцкий, давай вось туда ехать. Я вас не разумею. А вот тут нас докладно зрозумеют. Я вам скажу, капитан Николай Рыцкий в черном, и он што хиба не ведая, куды гроши укладать? Слухай, а нехто мне казал, что он на гэта выдатка... Не ведайся, кольки он на гэта? Што выдатка, куды? Куды еще? На книжки, на книжки. Як на книжки? И кольки? Вы што? Ну, люди казали, ну. Так за эти гроши я вам кажу. Можно ж было палац перебудовать. Ну, поставить себе нормальный, а то вы драуляны некий, стоите у нас в Бересе. Громота. Слухайте, так и шоб на які книжки, да кажуть... На книжки? На яку? На Библию? На одну. Ну, не на одну, може. На Библию? Так это ж живе у драуляным палаце. Ну, мог же собе побудовать каменный палац. Прославился бы на весь свет. Ай, он все на гэтее книжке. Шкадай мне яго жонку. Ой, слухайте. Бедная паня Альшбета. Ой, бедная несчастная паня Альшбета. Ходзіця бушы, в живе у драуляным палаце. Ой, 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 ой. А мужа дома нема, Николи. Нема, нема. Усо тольки уходзіць. То у магістрат, то яшшэ куды. То яшшэ куды гэта самая. То у царкву ідзе. Банона Айпаненкі, а про кого вы тут кажете? Ну, про... Про нашага улюбённого канцлера? Такий хороший чалавек. Я вам скажу, вот чесно, вот подгадіцець. Ну, ну, мы ж вам отказували, який добрый чалавек. Мы ж такі адухаваны будзем. Ну... І кніжкі друкує. Крау, пані Ведарі. І храмы відкриває, хуць уня дзеліюсь куды сходзіць. А то, шо, ги на рынок, ги на рынок. Такий хороший чалавек. Такий хороший чалавек. Миколаем Радзівілу Чорному, што і он стаў канцлером, старастам Берастя, город Квивмея. Ой, дякуй, я думаю, пащіте, пані Людавіка, пащіте ў книгарню. Кожыць, што там, мне ж книжкі нам трэба... І библя, така па'частная книга, пащіте. Ну, дякуй, Миколаев, Радзівілу Чорному. Ну, што, шановні сябры, я думаю, самый час ближай познайоміцца з гэтай асобай канцлером, старастай Берастейським, Миколаем Радзівілом Чорным, і я вас запрашаю до наступной выявы гэтага помніка. Калі ласка. Ну, штоць, ўся наша шляхта паспалітае пацягнулася. Час распавісться пра гэтаю гэба центральну асобу берасті. Я думаю, што нема більш знакамітага роду ў Беларусі, як род Радзівілу. Бо кажуть, што гэтаму роду сам Бог радзів сваю волю, да, і адсюль і назва Радзівіл пайшла. Дык вось, наш герой Миколай Радзівіл Чорный, ён нарадзівся у Нясвіжі 4 лютага 1515 года. Госпад адвёў гэтаму чалавеку ровна паў 100 годзе, 50 год, для таго, што бы здійсніць нешта важная на гэтай землі. Так здарылася, што ў маленстві ён стратіў свайго тату і был вымушэны гадавацца на пачатку ў свайго дядькі, знакамітанага гэтмана Вяліка Акняцтва Літовскага Юрія Радзівіла. А пазній Миколай был ададзіны разам са сваім стріечным братам у Кракаў. І там ён ўже выховаўся, як вы думайте, с кім? Самім каралём будучым, Польшы, Жигімонтам, другім, Августам. Можна сказаць, што яны разам ў адной пісочніце, кажыць, гулялі, да? Ну, але гэтай знаёмства потом вельмі спатрэбілася Миколай Радзівілу ў жыці. У 1544-м годзе, дзякуючы протэкціі свайго сябра, ён становіцца маршалкам Вялікага Княцтва Літовскага. Маршалак гэта керавнік ўсёй шляхты. Вось, калі збіралася шляхта нам сваі сходы, соймы, то маршалак ён кераваў гэтымі соймамі. І вось Радзівіл атрымлівае такую уладу ў Вялікім Княцтві Літовскім. У годкім часе, кароль Жигімонт, другий Август, закахаўся ў стріечную сястру. Микалай Радзівіла Чорныха Барбару Радзівіл. І калі яны пабраліся шлюбам, то стасункі з коралём стали іще ближайшая. І вось, ў 1551-м годзе Микалай Радзівіл Чорный ён становіцца канцлерам Вялікага Княцтва Літовскага. Тобак ён захогу дзяржавную печатку, і ад яго залежала, на яких документах згода дзяржавная з'явіцца, а на каторых не з'явіцца. І прикладна ў той же час ён становіцца старастам берастейскім, тогак, ну, можна сказаць, галовным начальнікам над гэтым горадам. І вось ў 1553-м годзе ў житі Микалай Радзівіла Чорныха адбываецца важная падея. І он ў свій час навучаўся ў Эуропе, дзе меў махчымаць пазнаёмецца с ідэями реформацыў. Гэта ідэя такога абнаўленага хрэстіянства, абнаўленага згодна з Бібліў. І таму Микалай Радзівіла Чорны ў 1553-м годзе абвешчая сябе веруючым чалавекам, засновывая тут ў Бресте берастейскую друкарню, і засновывая першый на тариторіў вось сучасной Беларусі, можна сказаць, протестантскі храм Кальвинскі збор. Ён был заснованы ў Берастейскім замку Микалаем Радзівілом Чорным. І вось для таго, штоб пашырыць ты ідэі, каторымі сам Микалай Радзівіл Чорный жыл, а ён лічыў, што Біблію мусець чытаць кожный чалавек, кожный чалавек мусець і ведаць, разумець і керавацца ў сваім житті тымі принципамі, каштовнастями, ідэями, каторые ў гэтай кнізі змещаны. І таму, мінавіта ў гэтай друкарні, заснованы Микалаем Радзівілом Чорным, ў 1563 годзе з'являецца знакамітае, перастейская, ці іначе яйшы называюць Радзівіловскай Біблію. І тут вы можцца бачыць акрас на гэтым помніку Микалая Радзівіла, каторый трымая ў адной руце гэтаю знакаваю кнігу, дзякуючы каторый міжыншым сёння мы можым так сама з вами назваць Брест горадам Біблію. Ну што ж, с Микалаем Радзівілом Чорным звязана вельми шмат важных і цікавых сторонок у нашій історії. Відайте, він был і керавніком статутовый комісії, каторая статут Великого князства Литовського распрацовала. Пад ягоным керавніством проводзіся шматліквія такі дзяржавныя реформы, наприклад, аграрная реформа, там, метричная реформа. Але дзякуючы аму, межыншым, многія гарады яны отримовували так сама і Магдебурская права, росли. І тому я зараз запрашаю вас прайсці до наступного аб'єкту нашай екскурсі, і мы з вами рушим далі паг гэтай вулице, як я там называли, мільйонной, да? Па уліце мільйонной. Шляхтянки, шляхтянки, шляхтюки. І хто може відвідуть, що це за знак, що він обозначає цей знак? Магдебурське право. Так, рознауты выказують своє меркавання, остатні ще підтягуються, і це справді знак, який свечить про те, що міст Берестя був першим містом, в 1390 році. Тобак... Ну, калі підвідуть шмат гадів тому. Ніхто зараз підвідуть, шляхтянки гадів тому це відбувалося. І що відбувалося у місті з містом правом? Керівав містом такий чоловік, якого називали Войт. Войт був керівником містом. Зараз ми називаємо там мэр і єсь такі, тоді був Войт. І він був таким вибірним чоловіком, був отказував перед громадою, перед громадськостю. Войт між інших, все, що він хатіл ніякі увезти на нововозіни, і він мусіл гэта робіць за свій кошт. І пасля давав справоздачу в городу, і город вирішавось. Ну, будем ми віртаць яму за гэта гроша? Ну, добре, на то, як вирішу, пабудаваць бальніцю. Добре справа? Добре. Вірнім Войту гроша. Вирішу пабудаваць в сабі ліцішча. Ну, так сабі. Хай сам за свій гроші будує. Правильно? Вось. А крімя гэтага, булі ще такі радцы. Тоба, городская рада, які так само булі членами города, выбіраліся. І які... Яка дзейнаць яких, вось, рекламентавалася у фінансовых... У фінансовых питаннях выборними дванадцадцю... А, дванадцадцять присяжных. Яны керувалі, ось, ну, сачылі за усімі фінансовыми свайлами. Вось, як би, хроші, яны не могли біць патвашені на штось таке... Ну, не патребзе. Была іші лава. Ну, не лава, на якій сідять. А лава як ойган. Судовий ойган, який вирішав кримінальне справи. Лавнікі керуваліся війтом, який був адна шысова кераніков з цього міста. І вось гэтай лавнікі, а так само плава і рада, яны втваралі городські магістрати. А крам'я тагое, ше булі бурмістрі, які вирасалі бягуче патання всього міста. І бурмістрі, яны так само булі виборні, і мусіли відказуваць пераджихарами. Вось прайшоў терпе, іх паслітає, як їх вибралі, яны пакіровалі, пагаларшалі патані. І мусіли дать спровоздачу спрощатку раді. Ну, ось, негалікому голу, а пояслялся му город. Тобак взял всю свою дзейності і мусіли дать спровоздачу. І уся гэтай структуря, яна втварала магістрат. А магістрат збіраўся ў, може нехто вітае, ў такім будынку прайгожаму, які стояў зашайна ўцентрі, яке назывався Ратуша. Альблок, аль ў перакладе гэта місце сходу. Такім шынам, вось, горад Берасі був першим горадом, яке трымаўсь таке права. Але пасля ўжо до шаснадцатого сходзе, амалі ўсе быне харады в Беларусі, ліка гнязка літовска, і ні мелі гэтай му тыбурске права. Могли керавацца, могли удавацца, гладзіць розныя гермашы, гамдляваць, гадаваць, ўдаваць, ўстаноў, ўстаноў, ўстаў, 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 жызь такі паўнаваццаў жыццьоў. Такаўа була европейская традиція. Дякуў, велики. А где была забудована радуша? У Центральнае площа, и на Центральне площа, ге былі гордлёвый рады, там жы была и радуша. Там децу? Да, там децу. 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 Задам пытание я, а что на этом малюнку, что за час, правильно, Берестин, а вот час написанный 17-й стагодзе, что отбывалося, кали малявалася гэта панорама города, как вы думаете? Что было в той час? Чему намалявали вот в той час, в 18-м стагодзе, гэту панораму? Была неякая причина. Расскажу, чем причина. Значит, малюнок гэты был взроблены у маи, 21 мая 1657 года, под час войны со Швецией. Гэта была первая полночная война, якая узникла тому, чтобы были войны в Европе, ну, на жаль, это были религийные войны. И вот шведская войска пришло до Берестя, и за неколький дзен яно Берестя захопило. Так что в середине 16-го стагодзе Брест, город Берестя, становится часткой Швеции, под керавнистом шведская короля. Ну, и гэтую гравюру навалявал один з войскаводцев, военачальников, инженер и гравюр, гядомый, шведский Эрик Дальберг. Так его звали, гравюра Дальберга. В 1696 году она выходит, как гравюра великая. И треба сказать, что мы тут можем побачить центр старых городов и вельми-вельми шмат христианских храмов, религийных сбудований. Тут и езуитский костел, тут и фарный костел, тут и костел Доминиканов, тут и кляштор Бернардинов, тут и греко-католитская церква, тут и синагога. Треба сказать, что Берасця на той час было саправдной такой религийной столицей великого князства литовского. Так, видите, оно подтверждает мои слова. И в той час, давайте, может быть, по-иншему посправуем. В 17-е годы, тут у Берасця так само отбывается вельми гадомая религийная падея, гэта подписанне Берасцейской унии. Чули про такое? Брестская уния. Что такое уния, вот, сучасной мовой? Уния, что это? Союз. Церковный союз помеж католицкой церквой и православной. Союз был, эта уния заключена помеж двумя церквами, каб объеднать их пад началом Папы Римского. Для чего это было сделано? Вот этот союз для того, каб эта суместная церква супредстала тенденциям реформации, таких реформацийных тенденций, изменов и у католицкой церкви, и у православной. Конечно же, протестанты, реформаторы были, ну, не вельми позитивно поставилися до этой падеи, тому в той же самый час, кэли отбывался сабор у Бресте православно-католицки, который подписывал это поеднание, в той же самые дни, в Берасце отбывался еще один православный сабор, на яким присутничал 151 человек, керавники православных церквов, и проходил гэты сабор у доме шляхцыца протестанта по прозвищу Райски, такое было у него цикавое прозвище. Ну, и треба сказать, что так само в тот же час, и на гэты гравюры, на гэты выяве у центра города так само есть. Техніка не вытрималевая нашой напруги, так само у центра города, у центра города была, ну, буду так говорить, просто гучно постараюсь, был размещен и так само и первый Берасцейский кальвенский сбор, побудованный за гроши Николая Радзивила Черного в 1553 году. А сбор это что такое сучасной мовой? Сбор, кальвенский сбор. Ну, церква, наводний сабор, а вот так вот церква называется. Теперь мы называем протестантская церква, а ранее назывался, ну, вот сбор назывался. Так что 1553 год протестантская, великая протестантская церква, будуються у Берасця. Ну, и здесь, где вот зараз у всех этой будинки, как вы думаете? Где вот эти будинки все зараза? Под Берасской крепостью. Под Берасской крепостью. У Низя. То есть, ну, их подморки здесь есть, у разной ступени захованостей. У 30-40-х годах, в 19-е сагодце, будуються у центры города, у старым городу Берасская крепость, а сам город переносится на 5 километров на исход. Тобок вот сюда. За Кузовову, а зараз мы идем на место иллюстрации из Друкарни. И, брат, она пружина. А ты лучше расповедай, как у тебя тут? Какие новины, а? Новины добрые, погляди. Твой брат, пан Николай, Библию выдал. Вот только из Друкарни идут. Погляди. Библию? Какие гравюры? Секало. А самое главное, перокладки какие. Ну, да, они саправды добрые. И вокладка, и... И гравюры там. Разгорни, погляди. Ну, такая Библия. Слухайте, ну, напомню, великих грошок аштавал, а? Так, великих. 10 тысяч дукатов. Годовый доход за всех его майонков. 10 тысяч дукатов? Так, это ж можно было все войско перу сбросить. Погляди, текст для зручности, на верши поделены. Продмова до Библии, як у Франциска Скорыны. Погляди. 10 тысяч дукатов. Вот что, зварятелецы, что? 10 тысяч дукатов. Слухай, а это что? На святейшему пану князю Жигимонту Августу? Так, это твой брат написал просвечения великому князю Витолку. Но я передаю к этой книге для того, чтобы их был больше лик и колькасть. Но чтобы люди старанно читали их, как Божью справу. Так, познаю руку брата. Второй же, гэта Библия надрукована тут, у верости. Нареш, ты навучились и у нас друковаться? Ну, добра. Гэта выданье мусе занять лепшее место на моей полиции. Не, пан Николай. Лепшее место для Библии не на полиции, а на столе. Сгодны. А где ж можно набыть особник? Не треба набывать. Гэта выданье твое. А зараз запрошаю тебе наведать в палац. Ходим. Дякую, брат. Дякую. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И кто еще не поспел прочитать, то скажет, что написано Циприян Базилек. Он был не только композитором, но и этот человек, который еще означал в друкарне. Конце анал, о котором я сказала, был надрукован и виновата в этой друкарне. На початку было слово. И так сказано у Евангелия Адьяна. Гэта выдать наведу Миколай Радивил Чорный, с биографией, которую вы уже познакомились подчас гэтой экскурсии. И восьминавитайон, ведаючи важное слово для людей, важность Библии, закладая берастейскую друкарню. Гэта былася в 1553 году. Гэта была перша друкарня на территории сучасной Беларуси. Найбольж знакомитая книга, которая вышла из этой друкарни, может быть, нехта з вас веда, яка? Берастейская Библия. А может быть, нават нехта веда, яким годзик это отбылось? 1563 год. Али были еще и иншие творы, такой полимичный ученик, например, як трактат полимичный, «Размова поляка с Лицвином», а так само артыкулы Магдебуржского права. У гэтой друкарні было выпущено каля 40 книг на розных мовах, и про гэта так само можно прочитать вось на гэтой выяве. Я надзенечла май на протягу 20 год. Але не толькі сваёй друкарній, гядомы берастя. Кто ведае, чым я ж чэ? Так само гэта 17-я стагодзе. 17-я стагодзе. Ужу на стагодзе пазней, чым друкарня, у берасті існава монетны двор. Все мы зараз вами крыстаем ся грошима, так? Без грошим не махчыма воглі, якбы зараз уявит наше жыцё. Што ж адбылось у берасті з грошима у 17-м стагодзе? Зараз мазамі доведамся, калі падайдзім до наступной выяві. Чакянка манер у берасті. В 18-м стагодзе цэлый год, у берасті з 1665-х па 1666-х год, знаходнился чаканка манет, манетны двор. Гэта бувося прай королі і велікім князі Яні Казіміра. Што гэта воглід отбывалося тако? Бэл такі італьянець, бізнесоулца, цітлілий Баратіні. І вось у нас у свій час дзержава сама не вибивала гроші. Гэта вось обдавалося праймальникам, які робілі гэта паддзержавну замоку. І вось Баратіні почав вибиваць манет, які назаваліся соліды цюшэлі. Гэта були такі медзяныя манеты. Асабліноць полягала ў чынку цих манет. У тым, што номінал їх був вельмі высокий, а маса вельмі маленька. Гэта то, што ми зараз маєм з вами ўсучасных патаробах гроші. Ми маєм паперку, яка нечым падмацаванна. Рані, каліта отримліло золотий рубель, золотий талер, золотий букат, все золото, што їм було, гэта вось і была вартость гэтай манеты. Пры Баратіні отримаваса не так. Десять разів більш такіх манет було выпущено, чым потрібно. І гэта спричынилося до такой великої інфляцій на території Речі Паспаліта і вогля Великого князства Литовського. Гэта привело до колапсу на той час фінансової системы Великого князства Литовського і Речі Паспаліта. Вігадайці, у Біблії написано, што для ўсіх у державі павінна быць одна мера і одно вимя Речі. І вось наші прадкі часам адыходзіля від цих біблійних принципів, і коли яны адыходзіля від цих біблійних принципів, то, на жаль, гэта приводзло до вельмі кепських наступних. Ну а зараз ми з вами паудзім далі. Ми знаходзімся з вами каля скульптурнаї виявы з гербамі Берасця. Хто може палючыць, сколькі герба було в Берасця? Адзін, два, тры, чатыр і пяць. Прынамсі мы бачым пяць малюнкав, гэта пяць малюнкав аддустровуюць геральдичну історію гербов Берасця. Історики кажуть, що той момент, коли Берасця отримав магдебургське право, у магістраті з'явілася така необхідність свідчить, затверджать важні документи. Затвердження важних документів відбувається допомоги чого? Пяцьатки. Пяцьатки. Так вось герб города, яон, звичайно, використовувався як на самих мурах города, так і на пяцьатці. Той герб города, який зараз має Берасця, ми бачим у самому конці гэта сребний луг у блакітным полі з надпятай ціцівой незараженой стралой у неба. Що значить гэты сымбаль? Значить тое, що Берасцейці не збираюць ні з кім вояваць, што Берасцейці гэта толерантні людзі, што сам гірад гэта шмат конціональний, шмат національний, што тут все будуть жыць у міра і згодзі, але при необходності ворох отримає адпор. Гэты гірад не будзе здадзіны злым силам, злым захопнікам. Так само у історії Берасця праз гербы вельмі добре ціка праглядаць аго історію і розвідцю. Колі ми поглядзе, наприклад, на гэты герб, бачим выяву Берасцейська замка на скрыжаванні цьвух рэк. Так само був інший герб Берасця, коли я тут був пад окупація російській імпері. А вгоглі, адкулі знікла така ідея ці справа ставіць, ця пазначаць певні агарады розными знакамі і малюнками, як ви думаєць? Адказ просты. Гэта пачалося з кнігі Біблії. В кнізі Біблії, в кнізі лікаў, другий раздзел, другий верш каже, що сіны Ізраэлєвай павінны аставіць табар свій, каля знаків семейства сваіх, каля тих знаків, які ёсць у народзі, вакол скіні ісхода. Табак скіні ісхода гэта царква, і для того, каб был парадаг і арганізація ва всім народзі, магло быць някалькі мільйонам чалавек і някалькі сот тысяч чалавек, для того, каб был парадаг, кожны павінны був ставіць свой табар, свой дом, сваю вулицю, каля свайго знака, свайго абазначэння. Таким чынам був была гармонія і парада, калі народу ісраэльскому патрэбна був ці спыніцца, ці пайсці, ці приступіць до абароны свайго народа. Таким чынам ми бачам пераєннаць, таку пераєннаць з Біблію і сучаснаццю. Таким чынам берастейці могуць гэнарыцца сваїм гербам, які ёсць зараз. Лук з зараджанай старалой ў Мелу. Дякую. Шановная панове шляхта, вы крышечку паспішаліся свісті з маёй друкарні. Спішаюся вам паведамець судоную навіну. Толькі што ў нашай берастейськай друкарні була надрукавана Біблія. Тая самая Біблія, каторую сёння ми можам чытаць, разумець і жыць паводля гэтага слова. Пані Радзівіл, а ці можна питання вам задаць? Калі ласка. А вось ці правду кажы, што гэтая Біблія каштавала 10 тыс. дукатаў? Ну так. Треба ж думаць пра нашых нащадкаў. Пані Радзівіл, а на мінуті, не паскажте. Четырі римская ілі єврейская. А скажыце, калі ласка, ці правды, што Біблія ваша падзілена на вершы? Так, правда, гэта ўсё дзеля зручнасті чытання, бо Біблію ж треба разумець. А ці ўсь малюлкі ваша Біблія? Ну, загадав свайму придворному мастаку, каб 14 гравюру падріхтаравав спецайна для гэта гавыдання. Так што ёсць аздобліна. А стану на колькі? 738. Ну што ж, шановна шляхта. Ці згодныя вы, што Біблія ўна написанная для нас з вами. Ці веріця вы, што Бог і сёдня прамауляя да свайго народа праз гэтую кнігу. Ці веріця вы, што з гэтага часу мы можам называць наш горад Брест горадам Біблі. Да! Вершую вас! А може, ви диверсію хочете зробити? Надумка, великий. Може, на незалежності нашого князця покушаєтись? Не? Це ваша праця? Наша, хуявлясь. Не подобаєтесь? Може, я приїхав, провірить. А що це мини-вили зробилися далі. А що це ви? Гэтаю люди зо мною. А ну-ка, давайте пропускайте. Влажайте, ясь пропускайте. Так бы и сказали. Мы же пропускаем. Все проходит. Милостей просим. Куды. Вам куды. Вам пронеси. Пронеси. Секайте, дорогие милы. Так, так, так. Глядите, что мы для вас маем. Наши гости дорогие. Хлеб, соль. Не была бы эта мытня, да? На мытне повинны быть почастунки для князя и для посполитого люду так само. Частуйтесь, частуйтесь. Дорогие литвины, мы рады вам память на нашей и родной землецей. Слушай, да, вдруг вороги видят. Вот и бывает. Какие же это вороги. Частуйтесь, частуйтесь. Ну, вы видите, частуйтесь. Сало наше и язву. Да, нет. Да, нет. Это же нет. Это же нет. Кто взял под это проходцы колеска, не затребляйтесь, не утворайте чарги. Тут чекаются и другие туристы, гостарбайтеры и марнатрал. Ну, чтобы хоть бумажка осталась. Тасуйтесь, как льваков. Так, так. Вы так само приезжали на родину вернулись, а так? Я приехала домой. Библии на сучасную белорусскую мову. Он родился в 1888 году. На Слонимшине у семьи наставников. Верно рано тратил батьков. Он батьков тратил, когда ему было только три года. И он имел одну такую вельми серьезную речь. Он захоплялся немецкой мовой. Хотел выучить немецкую мову, он ее выучил вельми добро. И так здарилось, что его призвали служить в российскую армию в Белостоке. А в Белостоке была такая протестантская церковь, она немецкомовная. И вот туда его запросили на служение. И он там покаялся, пришел до Бога. И он был охрещен в новогоднюю ночь. С 1911 на 1912 год. Новогодняя ночь, из-за учетов, это не так тепло, как сегодня. Был лед. И тому вот пастор той церкви, а у протестантов есть хрещение просполненное погружение. Вот пастор той церкви его запросил на хрещение в ледяную воду. Просекли такую поломку на двоих. Пастор залез, он залез. Потому что в Российской империи еще нелегально было. И он так был охрещен. А у 1918 годзе он працевал на корысть незалежной Беларуси. Таму, что на той момент была обвешана Беларусская Народная Республика. Але з таких, з усих боков на Беларусскую Народную Республику пачали наступать тыя силы, які не хотели, как была незалежная Беларуская держава. И он як? Он не был человеком вояуничым. Он не брау руки зброю. Але он пачал робить нечто значительно больш важное. И он пачал организовывать беларуские школы. Гэта была на Гродзенщине. У вынеку польской влады, польская влада тады заняла Заходнюю Беларусь, польская влада ему заборонила жить у Гродня. И сказала, что выбирай себе любое инше место. И вот у Снежни 1921 года он приехал сюда, у Берестя, сошел на вокзал. И вот один из первых таких будинков, где он арендовал залы для служения, это был вот этот будинок. Тут был такой подвал, захламленный. Там не было махчим, там были вокна выбиваны. И зимой 1922 года пачалися первые служения. У гэты час, у гэтым же 1922 годзе он ожанился, его женка Серафима, и они пачали вельми важную семейную справу. Переклад Библии на сучасную беларускую мову. Гэты было, скажем так, непросто, потому что Библия и она у оригинала написана на яких мовах? Кто памятует? Ну, грецкая мова, Новый заповед и Юрид, Старый заповед. Так вот, Лукаш декуть малей, и он переклау Новый заповед целиком и Псальмы со Старого заповеда. Его женка вычитывала и отправляла в Вильню Антона Луцкевича, который ведал вельми доброгрецкую мову. У 1931 годзе гэты новый заповед вышел. И это была сенсация. 25 тысяч особников, именно первой беларуской Библии на сучасной беларуской мове, они связаны с Брестом. Они связаны с гэтой улицей, с гэтыми будинками. Тут недалеко, в 1926 году, значит, первая баптистская церковь в Бресте насбиралась тут с 1922 до 1926 года. В 1926 году мы пройдем на улице Широкой, там начали будовать уже свой молитовный дом. И в 1931 году они выдали Библию на беларуской мове. И видите, сегодня для нас это очень важный день. Сегодня все родные, здесь есть подарок Игорь Муха, который выканывает нам песню на слово Александра Борисюка. И она так и называется «Спадщина деку Смолея». АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Муха, «Спадщина» Игорь Муха, «Спадщина» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 слова Божьего. Ну и, в принципе, хоть тут мы бачим с вами Берастийскую Библию, але гэтый помник, он символизует в уголе Библию, як книгу, которая выключна важная в истории каждого народа, в истории света, потому что, коли мы с вами поглядим на историю Европы, то каждый европейский народ, по сути, культура, история этих народов, их просто, як казау свой час Папа Римский, Ян Павел Другий, немагчыма заразуметь гэтую историю без Христа. Все там монэ-лизы, да, там ци некие іншые творы, мастацкие, литературные, мы их не заразумеем, коли мы не будем ведать сами, не читать Библию, вот, Святое Писание. Вся вот эта европейская культура, она пронизана гэтым. И тое, што Библия, праз Брест, праз наш город, ваш город, да, Брест, пришла у нашу краину в свой час, гэта принесла вось гэтая святло, святло евангелие, святло библейского слова нашему народу. И наш народ, калі людзі пачалі навучацца паводлі Библиі ў школках, каторые утвараліся при церквах тага частых, чіталі і малыя, і вялікія, да, сама вось бірастійская Библия, і она лічілася офіційным выданням, павінна было быць ў кожным кальвінським зборі, ліжаць вось на катандрі, она была такой, ведаць, вашкай кнігай, да, яе, так як падарожныю кніжыцу с карыны с сабой не пранесеш, да, вот, і она павінна была ліжаць і чітацца перад ўсім народам, а народ муся ўслухаць і разважаць над гэтым словам. Вось, але насабрыч, гэта помнік ён симбалізуе вось, ну, кожную Библию, і мы з вами ўже гаваріли і пра Библию, новый запавед, каторый был выдадзіны ў свай час Лукашам декуць малеем, тут так сама ў Берасте. Ну, а сам гэтый помнік ён з'явіўся ў сувесі з якой падзею, памятайте? Беларусь адзначала 500 год ад моманту выдання Библии, першай Библии па Беларуску, кім яна была выдадзіна? Францискам с Карынам, да, ў празе, наш свайчынник в 1517 годзе, пачаў выдаваць вось гэта біблейскія кнігі ў перакладзі на беларускую мову. І таму ў канцы 2017 года тут на гэтым мэсце з'явіўся вось гэтый цудовный помнік, каб нагадаць нам пра гэтую важную падзею, як, слоба Божа, яно пранікала на нашая з вами землі. І гэта была такая ініціатыва, каторую вельмі патрымалі мэсцовыя грацкіе улады, патрымалі протэстанскія цэрквы Бреста, да, быв абвешэный такі конкурс сярот творцыў, скульптарав, каторые ўмэюць вось так прыгожа ў васобіцнікі сымбалі, нікі вобразы. І ў гэтым конкурсі перамог Антон Нічыпарук з Барановичаў, да. І ў выніку вось з'явілася такая цудовная разгорнутая кніга, каторая нам нагадвае пра гэтую славную падзею. Ну, заканчываючы вось гэтую прамогу сваю, не ведаю, може, і нашу экскурсію іще, што будзе ў нас? Будзе, да. Вось, ну, але дзякуй вам за увагу, я развітваюся, і дзякуй вам, Берастейцы, што мінавіта, ну, вот, ваш горад, і он стаўся такім значным горадам ў нашай краіне, такімі прамамі для пранікнення Біблі і Слова Божыга на нашай землі. Я хачыў прачытаць ішэ, яшэ прачытаць верш, які буў напецаны паводле листов самога Лукашаде Гусмалея, і таму не ззявляйтіся, што я буду апавадаць ад перші асобы, того, както асобы Лукашаде Гусмалея, не быта гэта ягонэ гуспаміна. Прыгадаю самоте глыбокай, дом малитвы, што був на широкай, Берастейшаны хобрастой милы, шумны хвулін знайомая хуки, не ды тае хэстіянскай навуки, што гучалі ў гэтых мястінах. Меў я ў серцы ад Бога натхнення, каб святое яго Евангелля было людзям як светош адзіны. І велікім маім пацяшэнням был плён працы маёй і служэння. Бог даваў і жадання, і силысь. І я найперш пажадал бы насчаткам, каб не знік плён той працы ў сватках. Я прагэта неастомна малюся, бо велікая маў жадання, каб народная мовя, пісанне, беў мяў май любы народ Беларусь. Беў мяў май! Беў мяў май! Беў мяў май! Беў мяў май! Беў мяў май!